Всем здрасте! И в сегодняшнем видео я познакомлю вас с великими хитами, которые были придуманы всего за пару минут. Beastie Boys и трек You Gotta Fight For Your Right To Party. Время создания 5 минут. Как вспоминают участники группы, это было летом 1986 года. Мы написали песню за 5 минут. С нами был Рик Рубин, когда мы в клубе бухали водку с грейпфрутовым соком. И накалякали всю вещь You Gotta Fight For Your Right To Party на салфетках. Кто не слышал трек Losing My Religion группы R.E.M.? Время создания 10 минут. Музыканты просто изучали, как играет мандолина. И магнитофон был включен. Было забавно услышать ту запись на следующий день и разобрать нечто среди попыток освоить мандолину. Beyoncé и трек Single Ladies. Время создания 20 минут. Когда явилась Beyoncé, на ее лице была та самая ухмылка, сигнализирующая, что запись пройдет на ура. И уже через 20 минут была готова песня. The Beatles Yesterday. Время создания 1 минута. В своем интервью Пол Маккартни рассказывал, что просто проснулся как-то утром, и песня уже звучала в голове. The Jam. That's Entertainment. Время создания 10 минут. Пол Уэллер вспоминал, что написал ее за 10 минут, будучи под кайфом. Так получается, что некоторые песни сами себя сочиняют. Led Zeppelin. Rock'n'Roll. Время создания 30 минут. Бесчисленные дубли во время записи песни Force Six настолько вывели из себя барабанщика Бонзо, что он стал выстукивать барабанную партию к буйному рок'n'Roll'у Литтла Ричарда. Кип и Кнокен. Джимми Пейдж тот час подключился со своей гитарой, и тут, о чудо, родилась одна из их самых знаменитых вещей. Blur. Song номер 2. Время создания 30 минут. Дэймон стал делать это уу-ху, потому что у него ничего другого заготовлено не было. Адель, Skyfall. Время создания — 10 минут. За 10 минут текст за главной теме координаты Skyfall был готов. Лорди, Royal's. Время создания — 30 минут. Лорд было 15 лет, когда написал её буквально за полчаса. Сочинила текст, принесла в студию продюсер. И он сказал, что типа это круто. The Knack – My Corona. Время создания – 15 минут. Всего 15 минут хватило на создание данного трека. David Bowie – All The Young Dots. Когда в 1972 году David Bowie узнал, что группа Mod The Hopel собралась распадаться, он предложил парням свою песню «Soft Ragged City» в качестве спасительного сингла. Группе вещь не понравилась, поэтому David в экстренном порядке, сидя на полу в номере отеля, сочинил для них новую вещь, которая звалась All The Young Dots. Именно она стала главным хитом Mod The Hopel. Рубрика «На заметку». Большое число колумбийских солдат и полицейских взяты в плен и удерживаются в лагерях повстанческих сил. Некоторые из них находятся в заточении свыше 10 лет и не имеют доступа к новостям. Однако музыкальные радиостанции им слушать, как правило, не запрещено. Чем в 2011 году воспользовались правительственные силы. Они привлекли популярных музыкантов к созданию хита, в который битом было вставлено сообщение на азбуке Морзе, рассказывающее о том, сколько человек военным уже удалось вызволить из плена и призывающее не терять надежду. Песня была в ротации большинства колумбийских радиостанций в течение двух месяцев. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, делайте репосты, рассказывайте друзьям, пишите комментарии и темы следующих видео. И увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...